Здорово, пупсики! Приветствуем вас на четвертой распаковочке ваших посылок. Первая посылка у нас от... Откуда? От Атоши НМЛС, я знаю откуда. По традиции. Каждая посылка вам попадает. Конечно. Ой, подожди, а что это такое? Опа, письмецо. Клубочки, пряжа. Ну-ка. В который раз привет? Неважно. В общем, я решила отправить вам эту посылку в этот раз через Белболши до выстребования, чтобы доказать, что так реально можно отправлять посылки. Ты должен не доказать то. Я посмотрела, посылка из России до одного килограмма стоит примерно 1920 рублей. До двух? 2352 рубля. Я тоже сегодня спросила на почте, получается, можно из России отправить до востребования на Белпочту. Получается, показывает как... Инструкцию. Наконец, на Белпочте можно выбрать несколько вариантов адресов. Вот, есть. Вот, я хотела в Боинский ящик, но я не поняла, как его заводить, блин. В конверте тоже есть письмо. А, да? А, то есть конверт? А, вот тебе конверт. А, какой-то кибер... подожди, подожди. Подожди, кроме... А вы, кстати, участвуете в акции от Лайф подарки... А вы, кстати, участвуете в акции от Лайф подарки по недарке? Если нет, то это как 3C-3C смартфон-мегафон. Я первый раз слышу про такую акцию в Лайфе. Нет, первый раз слышу. Отправка посылки и упаковка проспортирована бедным человеком, который потерял 20 рублей на дороге. Что там у себя происходило, интересно? Так, короче, тут какая-то пряжа. Да, клубочки. Всякие клубочки, да? Клубочки. И тут еще... Киберпанк, Ю... Юмани. Юмани. Карточка. Карточка. Панковка. Ну, я надеюсь, она без денег. Почему? Еще с таким дизайном красивым. Панковская карта, киберпанк, нифига себе. Подожди, Юмани были такие дизайны, видимо, лимитированные. Прикол. А там есть какая-то... Что-то внутри. Письмо вот еще есть, да? Стикеры. Есть тут письмо или нет? А, вот письмо. Нам нужно объяснение, в смысле. Во время выхода Киберпанка Юмани решили выпустить лимитированную серию банковских карт дизайном игры. Карта зарегистрирована на отдельный счет. Я ей ни разу не пользовался, потому что у меня от них есть другая карточка. Да и после войны пополнять с наших карт больше нельзя. Только с помощью РИП с комиссией. Но несмотря на это, благодаря Юмани, я придумала схему, как мне при необходимости ввести деньги из России без комиссии. Все законно, наверное. Короче, есть другая карта, а у нас теперь есть вот лимитка такая. Прикольно, потому что она такая клевая. Она прозрачная. Блин, мы с тобой пустили такую красивую карту. Зазвали клевую. У нас обычная. Фиолетовая просто. Мы заказывали тоже Юмани карту. У нас такая самая обычная. Вот тут такая нифига себе. Так ты смотри, даже стикер в подарок и этот конверк какой красивый. Круто. Ну, необычно. Так, и еще одна небольшая посылка. Вот это же человека. Так, мы вообще уже почитали, что тут написано, да? Там Вайлдберис берет и пишет, что находится вот рядом. Вот зачем они так делают, Вайлдберис? Ну, вы это не знаете? Я тоже не знаю, как это выглядит. Но я знаю, что это уже. Да. Ой. Сейчас, друзья, сейчас. Как оно прикольно выглядит. Сейчас я это. Сразу примерить. Да. Упало. Сейчас подниму. Подождите. Ай, блин. О! Опа. О! Малышки. Ну что, понял. Где твоя бомба, малышки? Кстати, комплект у меня прям моя. Я хотела сказать, да. Прям моя. Знаете, как-то уже хорошо. Попробуй так еще руки расставить как-то пошире так. Знаешь, что не хватает? Что не хватает? Кнопки какой-нибудь такой. Блин, наносите кнопки. Красные такой, чтобы так. Это дело так. Павел Маф. Так, и следующая посылка у нас из Санкт-Петербургера от Игоря. круто я просто хрупкая круто освобожден хрупкая куча банок 있으니까 кока-колой и еще куча кока-колы кока-кола 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 меня кока-кола у меня с ванилой написано kola тес чем там не бумага бумага еще раз кока-кола письмо письмо и магнитик и магнитик из санкт-петербурга совсем и когда были петербурге магнитик не купили чтобы мы получается запилить подожди привет ландау наконец-то получилось послать вам посылку из питера это это н грифин я помню я помню как благодаря вам и перенес сложные дни в сша и поэтому присылаю эти ништяки из штатов плюс шоколадка так как алина на одном из видео говорила что интересно проводчик как мистер бист да очень интересно надеюсь скоро увидеть ваш обзор и что вам все понравится ну и также магнитик на память о санкт-петербурге желаю вам удачи и рост в будущем спасибо большое все большое знаешь что тут походу кока-кола с разными вкусами все вскроем да и посмотрим на скрывай посмотрим что за вкус и я так понимаю это оригинал то есть это обычный вкус так у меня ванильная кола кстати мой любимый вкус и походу это кола тоже вся из америки да можно будет попробовать сравнить нашей не ратифицировано так это что это кола кофеин фри ого прикольно такую не ждала кола вообще с кофеином не знаю написано вкусная и освежающая это вот оригинальный вкус да а это без кофеина в чем разница получается я никогда не читала состав да в обычной коле есть 34 миллиграмма кофеина кола с черри ванилу а я такую не пробовала я пробовала черри отдельно ванилу а черри ванила нет прикольно наверное это будет черри отдельно да да вишневая да классика слушай оказывается у них есть разновиды я никогда не пробовала вишня ваниль так но самое главное нам нужно пробовать шоколадка да это какой старый формат а да я так понимаю но это именно какая-то это молочная кранч значит хрустяшками какими-то ну-ка но сейчас мы узнаем сейчас я точно скажу вот как она нормально либо нет так надо аккуратно открыть мне кажется должно быть вкусно потому что тут есть хрустяшки поделись сверху часть я уже чувствую запах кстати нам интереса не будем мы пример съедим но как такая шоколадка дешевая шоколадка ничем не выдающаяся кондитерская плитка даже не как шоколадка обычно пуску похоже то есть такая дешевая шоколад меньше чем шоколадка больше плитка такая еще не привкус немного странный в конце такой знаете ну орешки спасают ситуацию с орешками получше для не орешки от тебя как воздушный рис не значит не хватило хершес а для сравнения а знаете в конце такой вкус жирноватый такой привкус такого вот жира но благодаря хрустяшкам вкуснее ну короче то скажу ну короче скажу на шоколадку с нее наш к вкуснее гораздо вкуснее это то что он от мистер биста но в принципе принципе вот и не было интересно попробовать потому что я слышала много отзывов до что говорят что не шоколад не очень вкусный принципе в америке он очень отличается от нашего и он реально очень часто европейского шоколада совсем другой от нашего шоколада то есть это как кондитерская плитка по факту просто с воздушным рисом до попробовать один раз интересно но постоянно основе я бы такой шоколад не ела зато я тебе буду знать что типа закрывать расписывают его что сам лучше шоколад мы будем знать что нет не лучше как-то купить хершес хершес да это было хорошо но очень хорошо если по нам было честно-то временно чтобы могли это и это работе одновременно сохранить кусок сохранить не съесть его может портиться ну да кстати но 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 было интересно но было интересно что еще открыть одну банку колы и сравнить с вкусом нашей колы покажу необычную нет обычную как раз таки в оригинал надо оригинальную сравнить с нашей головой тихо-тихо-тихо на распененная естественно давай она отличается она очень ненасыщенная ненасыщенная разбавленная она как будто знаете в бургер кинге вот это разбодяженная водой я думала наоборот будет жестко насыщенная помнишь мы пили пепси китайскую нам присылали она была концентрированная прям сильно а тут наоборот разведенная короче в америке походу продукты очень специфические реально как будто знаешь взяли стакан в котором была кола и налили воды с газами туда остался такой кока-кольный легкий привкус она вообще не сладкая практически ну да 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 как бы не противно но при этом нет насыщенности совсем нет насыщенности как будто такая чисто чашка из под колы раньше колу выпили а чашку не помыли я так и сказала добавили воды добавили газиков да я так и сказала то же самое ассоциация кокола значит тебе интересно тебе интересно ездить в америку и попробовать там другие продукты всякие разные сравнить с нашими я почему-то переживаю не переживаю я думаю что наши будут вкуснее на самом деле может просто на вкус привычнее конечно может быть в этом дело может быть но это был интересный опыт спасибо так следующая посылка у нас что-то она настолько легкая как будто прислали воздуха от романа из минска воздух от романа снова от шнмлс как я понимаю уже запаяние запаха своего прислал возможно сейчас посмотрим газета блин что мы об этом мечтали блин нам красных них не хватало бумажка кончилась туалетная спасибо диды письмо уводит к подожди 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 вадим после этого сразу нужно худеть ну или не надо если так все устраивает бюро шевсалин по каждому по одной это же мое любимое сочетание шоколад и мята. То есть это получается как бы неоригинально. Мы, конечно, не можем сейчас сравнить, потому что мистер Абиста мы уже съели. Мы уже съели, но я примерно помню вкус. Единственное, что тут как бы не молочный шоколад, а какой-то прикольный. Возможно, благодаря этому он будет вкуснее. Спасибо большое. Давай попробуем, конечно. Мистер Абиста съели уже. Ну ладно, я примерно помню, что мистер Абист ничем не отличался. Просто сложно бы сравнивать, потому что тут видишь вкус какой. Тут же, видишь, говорю. Здесь же необычный. Да, здесь не молочный шоколад. этого сравнивать бы сравнение всего получился бы некорректным ну да это же мы по консистенции красиво мятный такой знаешь потому что не шоколад и печенье мятный шоколад детенька мне нравится только нравится да то что я я мне нравится больше этот феста волос потому что я обожаю сочетания мяты и шоколада мятые печенье вот такой вот но он не очень яркий Он практически безвкусный, на самом деле То есть мята чувствуется сильно, печенье чувствуется Но перед этим нет какой-то сладости Чуть-чуть есть? Чуть-чуть совсем Но неплохой Ненормально, я любитель мяты, а Алины вообще самотон Ой, я сейчас даю ему кусочку еще Я есть не буду? Я все Я так худею Алине нормально, она прям любит мятные шоколадки Я прям люблю, это прям кайф сочетание Но немного по текстуре похоже на Festivals, реально тоже такой плотненький Ну не такой, как Милка, как Альпенгольд, чуть другое Но мне он понравился, спасибо Так, следующая посылка у нас из Челябинска Да От Ирины Владимировны Да, почему многострадальная? Потому что эта посылка у нас пришла в тот момент, когда в сдеке был сбой В сдеке взломали? Да, да Да, какие-то бандиты И произошел сбой, и мы не могли ее получить Да, со второй или с какой-то попытки я смогла ее забрать только Так, ну поехали Я сразу вижу, что это шоколадка Шоколадный рай бесконечный Подожди Привет, Алина и Вадим, меня зовут Леня Мне 10 лет Не Ирина Владимировна Не Ирина Спасибо, Леня Я из Челябинска, смотрю вас 3 года О, с 7 получается Решил отправить посылку по совету дедушки По выходным смотрю у вас с утра до вечера Я отправил вам 2 шоколадки, маску для сна Алине и деревянный конструктор Вадиму Удачи в роликах, у вас классная собака Спасибо, сейчас будем все смотреть Значит, прям подписано Так, Алине и Вадиму одинаковые, чтобы мы не расстроились Бабаевские, Алине и Вадимы Это вкусные, это вкусные, я такое люблю Они одинаковые? Да, 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 я люблю бабаевские, он вкусный шоколад, мне нравится Спасибо А, с собачкой Я не знаю, кто это получится Мопсик или как бульдожка Спасибо Так, и конструктор Ну, такого у тебя еще не было Сосед Лемма, между прочим Этот самый Ну, короче Маленький-маленький джип или что-то такое Вот, какой джип Вот Вот, спасибо большое Да Так, и последняя посылка на сегодня у нас из Валбереса Не из Валбереса, это же Белпочта А, из Белпочта? Конечно Детский штат весь Валберес, альво Это Моти, походу Моти Реабилитация репутации Моти Видимо, помнишь, нам присылали с этим бататом или что-то такое Думала, что желток А это, видимо, с персиком, судя по рисунку Второй заход Я думаю, она все равно будет невкусная Ну, не знаю, надо тестировать Короче, вот такая получилась просто упаковочка Спасибо вам за просмотр Пока